Я не ясновидящий. Последнее слово обвиняемых в крымской трагедии перед оглашением приговора. В Сочи с большой проверкой губернатор проехал по городу, оценивал, что и как готовы к Олимпиаде. Развод на обочине, попрошаек на машинах задержали истории, рассказывают одна жалобни другой. И работа по вкусу. Студотряды из Сибири в Сочи собирают фундук. И это не то, что кедровые орехи щелкать. Это «Факты» на девятом. С вами Екатерина Давыдова. Добрый вечер. С сегодняшнего дня в России начал работать единый номер службы экстренной помощи 112. По этому номеру можно вызвать спасателей, пожарных, полицию, скорую помощь. Причем не только с мобильного, но и со стационарного телефона. При этом такие знакомые с детства каждому россиянину телефонные номера, как 01, 02 и 03, продолжат действовать в обычном режиме. В порядке эксперимента единая служба 112 работает уже три года в нескольких регионах России, в том числе и в Краснодарском крае. И по оценке МЧС успешно себя зарекомендовала. Подсудимым по делу крымского наводнения сегодня дали выступить с последним словом. Но этим правом воспользовались только трое из обвиняемых. Экс-глава администрации Крымского района Василий Крудько говорить отказался. Лишь его адвокаты заявили, что тот считает себя невиновным. Своей вины в произошедшем, впрочем, не признал никто из обвиняемых. Экс-руководитель Крымского Владимир Улановский сказал, что он, цитирую, не ясновидящий и не мог предсказать ЧС. А бывший замруководителя районного отдела ГОЧС Виктор Жданов, которого кроме халатности обвиняют еще и в том, что он смошенничал, вписав свой нетронутый водой дом в список поврежденных, попросил его оправдать. Еще одна подсудимая. Газглава Нижнебаканска Ирина Рябченко заверила, что сделала во время ЧС все возможное и извинилась перед потерпевшими. Обвинение требует приговорить подсудимых к реальным срокам. К Рудько к шести годам, Жданова к четырем с половиной, со штрафом Улановского к трём с половиной, Рябченко к условному сроку в три с половиной года. В свою очередь адвокаты просят оправдать всех фигурантов дела. Оглашение приговора запланировано на 19 августа. Во время страшного наводнения в июле прошлого года в районе погибли 153 человека. Сегодня в Краевом министерстве сельского хозяйства начали принимать заявки на получение грантов для семейных животноводческих ферм. Главы крестьянских хозяйств, которые подадут заявление, смогут побороться за получение краевых средств на развитие своего бизнеса. Конкурс проходит в рамках региональной программы по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Программа рассчитана до 2015 года. Подать документы можно до 10 сентября, включительно по адресу Министерства сельского хозяйства Краснодар, улица Рашпилевская, 36. Об условиях конкурса можно узнать по телефону, указанному на экране. Рабочий день губернатора Кубани сегодня прошел в Сочи. Александр Ткачев на этот раз инспектировал не олимпийские объекты, а непосредственно центральный район города. Глава регионного вместе со своими заместителями, руководителями краевых департаментов и мэром Сочи обошел самые проблемы участки курорта. В их числе улица Орджоникидзе, где идет модернизация теплотрассы. Строители отстали от графика. Александр Ткачев потребовал ускориться и при необходимости привлечь еще рабочих. Сейчас здесь у нас полная мобилизация, именно на этом участке. Чтобы отсюда уйти, прекрасно понимаешь, что магистральная трасса удвоить нужны объемы, количество строителей, технику и так далее. Ну, круглосуточно идет работа, реальность здесь на участке, контроль за стороной. Провода вам позволяет это делать. Протяженность теплотрассы почти 7 километров. Реконструкция идет несколько месяцев. Из-за этого перекрыта улица Орджоникидзе, дублер курортного проспекта. Александр Ткачев считает, что сроки окончания работ должны быть скорректированы, чтобы горожане и гости Сочи не стояли часами в пробках. Сядьте, нарисуйте график, дорожную карту, выполнение и передачи дорожникам и городу этого объема. И, так сказать, и все больше никаких движек. Есть ли один день на штрафные санкции, в ходу судебных? Орджоникидзе откроют для движения транспорта уже завтра по требованию губернатора. Александр Ткачев обошел сегодня большую часть города пешком. Остановился напротив городской администрации, где предложил мэру вместо пальмы оборудовать большой фонтан. По дороге с Анатолием Пахомовым губернатор обсудил и планы по реконструкции набережной реки Сочи. Из центра курорта губернатор отправился в Адлер. Губернатор по пути проехал по новому участку Сочинской объездной. А после Александр Ткачев посмотрел, как в Адлеровском районе идет строительство храма нерукотворного образа Христа Спасителя. Ну а в эти минуты проходит краевой штаб, где по итогам поездки обсуждают вопросы благоустройства Олимпийской столицы. Сегодня 90 лет исполнилось Константину Горожанину. Он участвовал в боях во время Великой Отечественной. Несколько десятков лет он отдал службе в органах госбезопасности. Константин Иванович удостоен звания Герой труда Кубани. Последние годы занимается общественной работой. Возглавляет Совет ветеранов Краевого управления ФСБ. С юбилеем старейшего чекиста Кубани поздравил губернатор края. Вот цитаты из его письма. На протяжении всего жизненного пути вы ни разу не изменили своим принципам, сохранили верность и преданность России и Кубани. Мы преклоняемся перед вашими подвигами во время войны и в мирное время. От имени пятимиллионной Кубани и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба. Конец цитаты. Жители нескольких городов Краснодарского края и республики Адыгея в ближайшее время могут остаться без горячей воды, а в перспективе и без отопления. По вине должников, управляющих компаний и ТСЖ Краснодар, Новороссийск, Абинск, Тимашевск, Гулькевич и Майкоп получили предупреждение от «Газпром Межрегион Газа» об ограничении поставок голубого топлива. А связано это с тем, что управляющие компании ТСЖ задолжали предприятию около миллиарда рублей за тепло и горячую воду. Из-за этого теплоэнергетики не могут расплатиться с газовиками, а те, в свою очередь, вынуждены подавать в суд иски на должников и прекращать подачу газа. По вине неплательщиков, в мае без горячей воды уже оставались десятки тысяч жителей Новороссийска. Та же участь сейчас постигла ноги дома в Абинске и Тимашевске. В Краснодаре первыми жертвами ситуации уже стали жители улицы Промышленной. Горячая вода у нас отсутствует, потому что наши вот эти вот три дома непосредственно запитаны от какого-то предприятия, которое в свою очередь должно. И мы ничего с этим сделать не можем. Пока они свои долги не заплатят, нам воду не дадут. У нас нет горячей воды уже, наверное, несколько месяцев. Не покупаться, ни посуду не помыть, ни как бы бойлером, с добреем воду, но это накладно. По словам заместителя генерального директора автономной теплоэнергетической компании Владимира Троицкого, все средства, которые поступают от добросовестных потребителей, направляются на оплату счетов за газ и на подготовку к зиме. На счету каждый день, ведь до начала отопительного сезона осталось всего два месяца. Из-за должников теплоэнергетики оказались в непростой ситуации. Они вынуждены брать кредиты, по которым им придется выплачивать большие проценты. Теперь о мошенниках на обочине. Полицейские поймали подозреваемых в авторазводах, которых уже несколько месяцев на форумах трубят пользователи. Они рассказывают, что дороги края заполонили голосующие иностранцы на машинах, у которых внезапно закончился бензин. О помощи злоумышленники просят у проезжающих мимо автомобилистов. Что мошенники предлагают взамен, расскажет Екатерина Славянская. Турки, турки. По мнению автора видеоролика, неприличные жесты ему показывают мошенники. Столь агрессивное поведение аферистов считает пользователь от нежелания попасть в объектив видеокамеры. Они стоят на обочинах на иномарках с европейскими номерами, тормозят проезжающие мимо машины и начинают рассказывать жалобную историю, что они турки, индусы или еще кто-нибудь. И что у них закончился бензин и нет русских денег. И предлагают у них купить золотые украшения. Подобными сообщениями пестрит интернет. На форумах пользователи активно обсуждают таинственных мошенников и их банальную схему развода. Еду по трассе. Из Ленинградской стоят две машины. Одна из них иномарка с не нашими номерами. И какой-то смуглокожий товарищ слезно голосует, просит помощи, типа я иностранец. У меня полетела коробка автомат, нужно покупать дорогое масло, а мы до своих денег еще не доехали. Ну, отстегнул тысячу, он увидев, что есть еще деньги, начал клянчить и на еду, в чем сразу же ему было отказано. Однако в полицию ни одного заявления от потерпевших не поступало. Но слухами земля полнится. Информация до стражи порядка по интернет-жилам все же дошла. В Краснодаре обнаружили похожую иномарку с литовскими номерами и подозреваемых. Где ты живешь? В Румынии. В Румынии? А тут что делаешь? На Сочи. Что тут делаешь? На Сочи, на Сочи. Что на Сочи? На море, на водитель. Приехали погулять, посмотреть на Сочи. Погуляем. Полицейские уверены, пойманная компания есть и самые иностранцы, которые в последнее время на устах у многих интернет-пользователей. Подозреваются в совершении ряда мошеннических действий. То есть они голосовали на трассе, представлялись иностранцами и просили разменять валюту, либо приобрести ювелирные изделия, которые оказывались ненастоящими. Сейчас полицейские лишь проводят проверку, будет ли заведено уголовное дело, пока неизвестно. Если кто-то попал в сети дорожных мошенников и отдал злоумышленникам свои кровные на обочине, то стражи порядка просят обратиться по телефонам, указанным на экране. И Казинославянский, Инна Волкова, 9 канал, Краснодар. И у нас это еще не все факты. Вот что будет далее. Крепкий орешек. Не всем сибирякам по зубам. Судотряды с севера приехали в Сочи собирать фундук. Искусство требует мусора. Что с ним только не смешивают. В Геленджике устроили экологический фестиваль. Кому желание загадывать, а кому и работать. Этой ночью будет самая красивая звезда подбора. Все это не только сразу после рекламы. Она пройдет быстро. Спасибо, что стоите с нами. Мы продолжаем арбузным раем, в котором побывали все, кто приехал в эти выходные в Темрюкский район. Более ста бахчеводов Кубани привезли на пятый ежегодный фестиваль тонны арбузов и дынь. Одна из главных его составляющих фестиваля – это дегустация. Хруст поедаемых гостями полосатых доносился отовсюду. Удивить зрителей было нелегкой задачей. За пять лет арбузы, желтые, квадратные, маленькие, громадные стали нормой. Но бахчеводы не намерены прекращать эксперименты. Это дынька ананасовая. Дыня скрещена с ананасом. Это все выращивается здесь у нас на Кубани. Это мамардика, индийский гранат. Дынька ананасовая больше похожа на дынь, чем на ананас. А мамардика, тут внутри красные зерночки, их надо кушать. Она очень полезная. Программа фестиваля была расписана до позднего вечера. Для детей организаторы подготовили конкурсы, к примеру, арбузно-дынные шашки и боулинг. Для взрослых концерт также все желающие могли принять участие в лотерее, где главный приз, конечно же, арбузы и еще горилка. Горилка, опять же, была из арбузов. Ну и еще про вкусную еду. Студенты из Сибири приехали в Сочи собирать фундук. В поселке Слыхаул, где и растет этот орех, студентов Севера встречают уже 10 лет. Как? Ну, в этом сезоне фундук созрел на 2 недели раньше, что внесло некоторые коррективы. Кристина Мрук побывала на плантациях, увидела, как непросто сибирикам дается теплый климат. Как работаешь? Главное, работай. Довольны? Конечно. Ай, молодец. Ответ на загадку. Золотистые маленькие всех тянутся и кланяться заставляет. Эти 20-летние студенты знают не понаслышке. Трудятся на полях, не покладая рук. 40 студентов заступили на трудовую вахту в начале августа. Говорят, режим дня у них существенно изменился. Причина – климатические условия. Собирать фундук в жару молодые семьяки физически не могут. День проходит очень рано. Начинается. Подъем в 5 утра у нас. Потом идет завтрак в 5.30. И в 6 мы уже выезжаем на работу. За 10 лет на сбор фундука в Сочи приезжали несколько поколений студентов. Кто-то даже не один раз. А некоторые, как Марина Крыжановская из Томского политехнического, не только впервые фундук собирают, а вообще в сельхозработах никогда не принимали участие. Для них поездка в Сочи – двойная экзотика. Я городская, я всю жизнь в городе жила. И для меня, ну там вот такие вот, как деревни и так далее, это все-таки в диковинку. Ну и, конечно, сейчас я чувствую себя настоящим деревенским человеком, который работает на полях. Ну это очень интересно, это своеобразный также этап в жизни. Студенты-экономисты подсчитали, что за месяц они заработают максимум по 10 тысяч рублей. Зарплату выдают по выработке. Из расчета за один собранный килограмм – 10 рублей. Но, говорят, приехали в Сочи не ради наживы. Из Томска их посылают еще и на Камчатку чистить промысловую рыбу. Фундук в 40 километрах от Теплого моря куда предпочтительнее. Сбор фундука – дело нехитрое. Особой техники не требует. Но труд этот очень кропотливый. И здесь огромное значение имеет опыт. К примеру, студент, который на плантации орехов впервые, за смену набирает 30-40 килограммов. За это же время передовик производства из местного совхоза собирает целых 120 кило отборного черкесского фундука. Нынешний урожай фундука очень хороший. Агрономы подсчитали, если погода позволится, берут на 20 тонн больше обычного. А студенты для хозяйства сейчас большое подспорье. Народ веселый и работящий. Проблемы бывают только в начале очередного заезда – с желудком. Несмотря на предупреждение, переедают орехов зеленцов в светке. Кто не слушается, кто-то переедает, потом по лесу их ищешь. Ну, сами понимаете, расстройство, есть расстройство. Ну, проходит быстро это все дело, мероприятие. У нас, конечно, всегда есть с собой медикаменты на всякий случай. Сорт фундук черкесский – царь для кондитеров. Он считается самым лучшим наполнителем для тортов и шоколада. После очистки и сушки эти орехи увезут во все крупные регионы России. Студенты об этом знают и обещают после возвращения домой выбирать сладости только с фундуком, чтобы вспомнить вкус лета в Сочи. Тем более, что кедровые орехи им порядком надоели. А пока в предвкушении окончания трудодня и поездки на море настроение в студотряде поднимается. Молодежь, как саранча, обрепляют последний ореховый куст и затягивают свою любимую. Где ты была? Где ты была? А я по лозу кукуру! Кристина Мрук, Ярослав Пархаев, 9 канал, Сочи. Сегодня можно попасть под дождь и не промокнуть. Этой ночью все жители Кубани смогут насладиться уникальным звездным дождем. По словам ученых, зрелище предстоит незабываемое. Метеорный поток Персеиды, который и будет видно, отличается рекордным количеством ярких падающих звезд. Следить за падением небесных тел предпочтительнее за городом. О том, как лучше разглядеть космическое явление, фактом рассказали астрономы обсерватории Кубанского госуниверситета. Смотреть лучше всего на восток, юго-восток. После полуночи метеорный поток будет вместе с созвездием Персея подниматься все выше, выше и выше. И до самого рассвета можно наблюдать этот поток. Если романтики сегодня будут просто наблюдать за красивым зрелищем, то астрономы начнут активную работу. Дождь поможет им разглядеть далекие звезды и сделать качественные снимки. Предстоящей ночью в небе краснодарцы смогут увидеть и три астероида – Юнона, Флора и Ирис. Так называются небесные тела. Они начинают приближаться к Земле. На протяжении нескольких недель они будут проходить по своей орбите, сравнительно близко к нашей планете. Самый яркий из них – это Юнона. Ее можно разглядеть при помощи любительского телескопа. Этот астероид сейчас находится в западной части созвездия Водолея. Так что настраивайте телескоп. А в Геленджике уже второй год подряд устраивают экологический фестиваль «Чистая волна». На таких мероприятиях не принято удивляться экспонатам из одноразовых вилок или старых шнурков. Но привыкнуть к тому, что мусор здесь смешивают с драгоценными металлами – нелегко. Наш корреспондент Александр Иванченко приобщился к экологически чистому виду искусства. Если собрать весь мусор, который вдохновил организаторов «Чистой волны», то им наверняка можно забить целый грузовик. Но сами художники уже и не считают, сколько ушло одноразовых вилок на картины или пластиковых бутылок на декоративных рыбок. Если я буду резать достаточно сюда, быстро вниз спускаться по спирали, у меня такая пузатенькая рыба будет. В Голубой бухте на этом полигоне экологичного искусства мусора нет в принципе. Он сразу становится частью экспонатов. Вещи, которые в обычной жизни отправляются на свалку, здесь считаются ценной материи. Для Нины Никифоровой, сорганизатора экофестиваля, полиэтиленовые пакеты или старые автомобильные покрышки – все равно, что для Микеланджело мрамор. И то, что большинство отправляет в мусорное ведро, здесь даже покрывается сусальным золотом. Мусор я соединяю с самым настоящим золотом. И делаю я это специально для того, чтобы подчеркнуть и придать этому важное значение и показать людям, что есть истинный смысл, что есть настоящее золото, поскольку истинные ценности, они как раз находятся не в той плоскости, где их ищет большинство людей. Другими словами, на этом фестивале золото – все то, что не блестит. Например, из старой и ненужной одежды здесь сотворили гигантскую четырехметровую рыбу. Каждый обрывок ткани – это чешуя. А в галерее – картины из детских ботинок и пластмассы, заключенные в отслуживший срок оконные рамы. К такому экологичному искусству все желающие тут же могут лично приложить руку и не только. Кувалдой по наковальне на чистой волне из туристов выбивают все желание выбрасывать мусор. На мастер-классе от кузнеца люди сами могут из металлолома попытаться сделать произведение искусства, ну или хотя бы подкову. Мотивировать людей бережнее относиться к ресурсам, которые мы чаще всего подпускаем в отход безоговорочно и безвозвратно. Мы на этапе еще до выбрасывания в ведро мусорное большинство отходов можем сами перерабатывать, не увеличивая этот объем. Идея чистой волны накатывает из самого названия. Зачем загрязнять природу, когда из мусора можно делать искусство и при этом продавать его? Пока материалов для собственных произведений у Нины Никифоровой хоть отбавляй, достаточно пройтись по пляжу. Но художница говорит, будет рада тому дню, когда не сможет найти, из чего создавать свои работы. Александр Иванченко, Александр Брыксин, 9 канал, Геленджик. И еще про искусство. Поющий актер Евгений Дятлов, известный своими яркими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», выступил с концертом в Зимнем театре Сочи. Послушать бархатный баритон петербургского театрального артиста собрались сочинцы и гости курорта. Евгений Дятлов вместе с постоянными партнерами, музыкантами группы «Академ Квинтет» исполнил смешанную программу. В ней были разные произведения. Но в Сочи, как сказал сам артист, он исполнил свои любимые. Песни, которые с детства запали мне в душу, и в общем оказалось, что у них длинная и счастливая жизнь, в частности и благодаря мне. Потому что те, кто их исполняет, и продлевают им жизнь. И публика, которая приходит на мои концерты, вот это тысячный зал, ну в тысячу мест это вот мой зал. Поклонники Евгения Дятлова отметили, что репертуар артиста подобран с большим вкусом. Знаменитые песни в его исполнении звучат по-новому, искренне, проникновенно и темпераментно. В детской библиотеке Новороссийска работает сотрудник, которому многие позавидовали бы. И зарплаты ему хватает на все, и график у него свободный. Он может несколько дней не появляться на работе и даже не позвонить начальству. При этом прогулок ему не ставят и с работу не увольняют. Наоборот, холят или леют такого ценного помощника-библиотекаря. И даже зарплату готовы повысить, если вдруг соберется уйти. Он у нас ходит гулять, но каждый день он к нам возвращается. Поэтому я думаю, что все-таки он нас не бросит. В чем причина такого особенного отношения к рядовому сотруднику библиотеки? Смотрите в программе «Такая жизнь» сразу после фактов. Гоночный трек Сочинской трассы для проведения Формулы-1 готов на 70%, сообщили строители. Сейчас продолжаются отделочные работы в зданиях пидстопов, а также идет укладка кровли и прокладка инженерных сетей трассы. Уже после Олимпийских игр на гоночный трек будет уложен специальный асфальтовый слой, а также установлены ограждения и нанесена разметка. Отмечу, что Сочинская трасса имеет ряд особенностей, которые будут отличать Гран-при России от других гонок в календаре Формулы-1. К примеру, один из скоростных поворотов будет выполнен в форме буквы «Омега». И на нем пилоты смогут развивать скорость до 305 км в час. Также известно, что трасса будет состоять из двух кругов – Большого и Малого. Первый будет задействован только для проведения заезда в Формулы-1. На втором будут проводиться регулярные автоспортивные мероприятия. У нас теперь новости от краевой сборной по бейсболу, которая выступила в своем первом официальном турнире в спартакиаде учащихся России. Соревнования среди школьников проходили в Крымске. В них принимали участие 8 команд. О том, как свои матчи провела кубанская сборная, а также о правилах нового для края вида спорта, расскажет Ислан Бегбадаев. Бейсболом он занимается почти год. Сначала американская игра была для него больше забавы, а пару месяцев назад игрок начал тренироваться серьезно. На поле Родион играет на самой ответственной позиции питчера, что в переводе с английского означает «подающий». Сильно трудно, потому что поддержка нужна. Ну, бывают руки болят, кидать. И вообще нужно знать, как кидать, тренироваться долго. Позиция питчера – одна из ключевых. В бейсболе от того, как он бросит мяч, зависит общий успех команды. Снаряд должен лететь по такой траектории, чтобы игрок соперников его не отбил, а твой партнер по команде, наоборот, поймал его. Основа бейсбола – противостояние питчера и бьющего. Питчер своими бросками пытается послать мяч в определенное пространство – страйк-зону. Это расстояние от колен до груди отбивающего, и за этим внимательно следит судья. А игрок с битой должен отбить летящий мяч как можно дальше в поле, чтобы за это время перейти на следующую базу. Если команде бьющего удается преодолеть все четыре базы, она выигрывает одно очко. После этого соперники меняются местами. В правилах бейсбола кубанские болельщики разбираются еще слабо. Игра новая для края, поэтому нужно время, чтобы к ней привыкли. Привыкают и кубанские игроки. В первых трех турах наша команда уступила более искушенным соперникам, при этом практически в сухую. Например, сборная Московской области проиграли со счетом 1-23. Но в следующих матчах игроки проявили себя уже лучше. Представителям Ярославской области уступили со счетом 3-6. Учитывая опыт соперников и то, что наши бейсболисты играют вместе всего пару месяцев, такой результат говорит о прогрессии, считают тренеры. Мы в первую очередь играем для себя, учимся в игре. Где-то даже получаем удовольствие. В основном идет, да, мальчишки привыкают к полю, привыкают к самой игре. Итоги выступления на первом официальном турнире для краевой сборной неутешительные. Последнее место среди восьми команд, но не безнадежные, говорят тренеры. В заключительных матчах кубанские бейсболисты проявили себя уже лучше. И чтобы развиваться дальше, нужно больше игровой практики. Асламбек Бадаев, Дмитрий Ланин, 9 канал, Крымск. В студии фактов к нам теперь присоединяется Сэм Селезнев. Сэм, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня в 22.20. Трое в гетрах, не считая собаки, снова выходят. Рассказывайте, про что говорить будут. Ну, главная тема – это третий квалификационный раунд Лиги Европы, в котором Кубань прошла Мазервелл. И, конечно же, ведущие обсудят и будущего соперника в Лиге Европы. Это голландский Феннор. Кстати, совсем скоро начнется продажа билетов на этот матч. Вы пойдете? В обязательном порядке. Подробнее об этом и не только сейчас в «Фактах спорта». Продажа билетов на матч четвертого раунда плей-офф Лиги Европы Кубань Феннор начнется 14 августа и пройдет в несколько этапов. На первом, 14 и 15 числа свои места смогут выкупить владельцы сезонных абонементов. Им клуб предоставит первоочередное право. С 16 августа билеты поступят уже в свободную продажу. Болельщики смогут приобрести их вплоть до начала матча, за исключением 18 августа. В этот день в кубанской столице пройдет матч чемпионата России. Поединку Кубани с Феннордом присвоена первая категория. Билеты на игру будут стоить столько же, сколько и на прежние матчи премьер-лиги. Вполне ожидаемую, но неожиданно трудную победу одержала регбийная Кубань в очередном туре чемпионата России. Краснодарцы на своем поле принимали таганровскую булаву. Встреча получилась сверхупорной. Команды обменивались попытками и точными реализациями штрафных. В роли догоняющих были как хозяева, так и гости. Но в итоге тренерские рокировки и выход лидера в Кубани на поле сыграли решающую роль. Краснодарцы победили с отчетом 26-21. Хотя удовлетворение от такой победы над аутсайдерами чемпионата не получили. Я бы не сказал, что нас команда удивила. Просто не удалось выдержать стратегию на игру. И где-то просто свой брак не позволил сыграть на том уровне, на котором должны быть. Победа над булавой закрепила Кубань в середине турнирной таблицы на шестом месте. В следующем матче краснодарцы проведут 21 августа в гостях против регбийного клуба «Новокузнецкий». Три игрока женского волейбольного «Динамо» Наталья Дианская, Анна Матиенко и Светлана Крючкова в составе сборной России обыграли команду Кубы. Счет встречи 3-1. Эта победа стала третьей в рамках второго раунда предварительного этапа розыгрыша Гран-при в Екатеринбурге. До этого национальная команда победила сборной Италии и Таиланда. Следующий этап Гран-при пройдет в конце недели в Таиланде. Там сборная России сыграет с хозяйками, а также с Германией и Пуэрто-Рико. Сочинский яхтсмен Евгений Айвазян выиграл юношеский чемпионат Европы по парусному спорту. Лучшим он стал в олимпийском классе яхт РСХ. В 9 из 12 гонок Айвазян приходил к финишу первым. В итоге за спиной кубанца оказались занявшие второе место Данте Чиапелло, а также завоевавшие бронзу Микеле Цитадини из Италии. Второй кубанский яхтсмен анапчанин Андрей Загайнов остановился на пятом месте. Новым тренером футбольного клуба Краснодар стал Олег Кононов. За свою карьеру белорусский специалист сменил немало клубов. Но самым успешным этапом стала его работа в Карпатах из Львова. Команда в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Украины и вышла в групповой этап Лиги Европы. Первым матчем Кононова у руля горожан станет поединок шестого тура Премьер-лиги против столичного Динамо. Еще раз напомню подробнее о кубанском футболе сегодня поговорят ведущие проекта «Трое в гетерах, не считая собаки». Программа начнется в 22.20 на 9.00. Ну у меня на этом все. Далее погода с Дмитрием Крамарем. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый вечер, генеральный партнер прогноза погоды Совкомбанк предоставляет своим клиентам новую удобную услугу – одобрение кредита по телефону. На территории Совкомбанка всегда хорошая погода. Девятый канал предоставляет аттракцион невиданной щедрости. Бесплатный прогноз погоды каждому, кто смотрит программу «Факты». Жаркие солнечные выходные, а также знойный понедельник вернули нам настоящее кубанское лето. Однако в народных массах пошла новая волна требований. Естественно, стали спрашивать, а когда ж прохладнее будет? Ну прям не угодишь вам. Сразу скажу, что завтра будет лучше. Посмотрите, в принципе, на огромной территории все прозрачно и ясно. Нет никаких облаков. Однако вот сюда приглядитесь, там на Турции и Черный Мойр такая небольшая облачность. Это такой небольшой циклончик. К нам он не придет, однако его атмосферный фронт заглянет к нам на огонек. Проходить фронт будет ночью и утром. Так что местами возможны кратковременные осадки и гроза. Сильно заливать не должно. Нас ожидает легкий такой спокойный вариант развития событий. То есть не везде будет лить и капать. Объясняется это просто. Дело в том, что над нами сухие воздушные массы и очень мало влаги. Так что для образования мощных и опасных гроз условия невыгодны. Зато день станет комфортнее, потому что количество облаков на небе заметно увеличится. И солнце не сможет проявлять свою активность на полную катушку. А это благоприятно скажется на температурах ночью 19-24. А днем уже не 35-37, а будет примерно 30-34. И на том спасибо. Рейтинг. Самые высокие показатели в центре, а самый низкий на Черноморском побережье. А море там роскошное. 25-26. В Краснодаре погода нестабильная. 50% того, что может погреметь и пролить. И 50% того, что повезет и будет сухо. Но лучше зон взять. С погодой шутки плохи. Температуры, конечно, останутся чуть-чуть ниже, но все равно по ощущениям будет жарковато. 24-33-27. Ветер у нас восточный, давление чуть ниже нормы. Все, партнер погоды кондитерский кабинет Кубайн. Сладкая жизнь в любой погоде. 25 лет исполняет ваши желания и дарит сладкое настроение. Всем удачи, здоровья, конечно же, любви. Пока.